Какой пароль? Пароль. У главы службы безопасности пароль-пароль? Я-я-я-я, сам не в восторге. Всем привет, с вами Хасельхов. Изобилием юмористического подтекста киновселенная Марвел отличалась не всегда. Начиналось всё когда-то с более-менее размеренного баланса между комедийной составляющей и условно серьёзным повествованием. С годами рабочая формула успешного кино от студии Марвел всё больше склоняла чашу весов в сторону обилия комедийной линии, и это сработало. Вне зависимости от того, нравится нам это или нет, финансовые отчёты студии говорят сами за себя. Тот же юмористический ребрейдинг Тора и вовсе вдохнул в персонажа новую жизнь. И Стражи Галактики и Рагнарёк — это далеко не первые представители комедийного избытка в киновселенной Марвел. Кинолента Мстителей, закрывающая первую фазу, в среднем содержала в три раза больше юмора, чем первые пять фильмов. В Стражах и Рагнарёке юмор гиперболизирован шизоидностью и абсурдностью. В хорошем смысле слова. Оттого и воспринимается более явно. Подготовить данный ролик меня вдохновила визуальная инфографика ресурса visu.info, посвящённая количеству шуток в киновселенной Марвел. Автор статистики проанализировал каждый фильм КВМ на предмет шуток с обозначением тайм-кода каждой шутки. Такие дела. Да, на составление инфографики было потрачено куча времени, и она абсолютно, абсолютно бесполезна. Но она есть, и уделить какое-то внимание ей всё-таки стоит. В одном из своих прошлых видео я делал обзор инфографики от данного ресурса на смертоносное ремесло Джона Уика. Если вы не видели данный ролик, ссылка в описании. Как всегда, огромное спасибо автору за проделанную кропотливую работу. Ссылка на ресурс также в описании. Объектом нашей статистики стали все колкости, остроты, сарказм персонажей, очевидные нелепости, так называемые ванлайнеры, то есть фразы, демонстрирующие невозмутимость и комическую крутизну произносящего. Я владел способностью стоять настолько недвижимо, что становлюсь незримым для глаз. Вот. И другие разновидности, законченных по смыслу, коротких или не очень шуток, направленных вызвать у нас, зрителей, улыбку. В целях упрощения далее всё вышеназванное буду называть просто шутками. Наша инфографика вышла в 2018 году и не включает в себя аналитику трёх вышедших в 2019 году фильмов. Это не проблема, пробелы устраним самостоятельно. И, не ходя вокруг да около, вашему вниманию топ-5 самых не смешных или наименее смешных фильмов киновселенной Марвел. На пятом месте с количеством 53 шутки расположился фильм-история перевоспитательного процесса «Принца Асгарда» кинолента «Тор» 2011 года. Да, хоть фильм и имеет достаточную долю отжигов от самого Тора, «Питьё нравится». «Ещё не сей!» воспринимается откровенно сероватенько. Вторая часть похождения Тора показала внушительный прирост юмора, 83 шутки на фильм, о чём сказались перлы от доктора Селвига. Четвёртое место, как ни странно, «Железный человек. Часть первая». 51 шутка. Справедливости ради воспринимается в разы ярче и не так минорно, как Тор. Юмор в фильме – пример успешной работы фразеологизма редко, но метко. Ведь весь юмор завязан практически на одном мистере Старке, за что его и полюбили. Скажем, это не худшее. Зачем ты меня застукала? «Айронмен 2» увеличил концентрацию юмора ровно в два раза, перераспределив львиную долю шутейк на старину Хэппи. Третье место. «Первый мститель. Зимний солдат». 50 шуток на фильм. Собственно, сольники Кэпа показывают относительно стабильную статистику по юмору. Если в среднем, то по 63 шутки на каждый, что достаточно немного для Марвел. И это свойственно для персонажа с завышенной планкой личной ответственности. Второй фильм с самым низким содержанием юмора – «Чёрная пантера» 2018 года. 48 шутеек на киноленту. Сравнить пока не с чем, сиквела еще не видели. Для фильма, вышедшего в третью фазу, несвойственно мало. В среднем в два раза меньше, чем у других представителей третьей фазы. И, наконец, самый серьезный и наименее смешной фильм киновселенной Марвел – это… Ребята, прямо сейчас предлагаю поставить это видео на паузу и в комментах написать, какой фильм КВМ, на ваш взгляд, наиболее серьезен. Посмотрим, как сработает ваша чуйка. И первое место в топ самых несмешных кинолент Марвел занимает, конечно же, невероятный Халк. 25 шутеек на весь фильм, в среднем по одной на 4 минуты экранного времени. Связана ли эта концепция с работой господина Нортона и его влиянием на сценарий фильма? Скорее всего, да. В интервью он заявлял, что стремился сделать Халка мрачным и серьезным персонажем. Что, наверное, не очень бы сочеталось с культовой шуткой про член Халка из Рагнарёка. Трусов нет, страшное дело. И как мне теперь жить? Хотя… Нет, 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 у меня встал, потрогай. И после серьезной ноты от господина Нортона, самое время перейти к топ-5 самых смешных фильмов киновселенной Марвел. На пятом месте 137 шуток из киноленты Тор Рагнарёк. Пафосность и минор первых двух частей позади. Встречайте, карнавал абсурдной нелепости и в придачу кучу новых персонажей с тараканами в голове. Пью пила и буду пить. Все, как мы любим в Стражах Галактики. Они, на мое удивление, в топ-5 не попали. Ничего, разберемся. Что будет, если собрать воедино персонажей, каждому из которых характерны ирония, сарказм, потешная наивность и забавное самомнение? Верно, мы получим тонну иронии, сарказма, наивности и самомнения. Ну да. Коллаборация «Мстители. Война бесконечности» с количеством 140 шуток и «Мстители. Часть 1» с количеством 161 шутка занимает четвертое и третье место в топе. Эра Альтрона, к слову, занимает шестое место с показателем 132 шутки. С моей кучей не брать. По причине большого количества драматического подтекста, пропитанного чрезмерным угнетением совести глав героев, кинолента «Мстители. Финал» даже несмотря на огромный хронометраж в этот топ не попадает. Количество явно юмористических моментов, а не моментов, нацеленных лишь слегка снизить драматический накал, я насчитал всего 69, но это мое субъективное восприятие концепции фильма, да. И на первых местах нашего небольшого топа расположился наш дружный сосед Человек-паук. Времена киноадаптации «Паучка», когда тот от фильма к фильму развивался как герой, но при этом становился все беднее в материальном плане и все больше погружался в бытовые проблемы, остались позади. На этот раз нам показали историю супергеройских будней в перемешку с повседневными подростковыми проблемами. Добавьте сюда приключенческий род-муви-элемент, соберите персонажей, каждый со своей идиотинкой, акцентируйте на этом большую часть хронометража и вуаля, вы получаете лучшую основу для построения кинокомедии. Практически каждый диалог, каждый эпизод переполнен забавной неловкостью и нелепостью. Моя благоверная, что якобы воскресла, на самом деле сбежала к другому, а мы ее похоронили как положено. Здесь вам и комедия положения, и комедия характеров, и романтическая комедия. Киноленты «Человек-паук. Возвращение домой» и «Вдали от дома» занимают второе и первое место нашего топа. 169 и 182 шутей кинофильм соответственно. В среднем по одной шутке на каждые 40 секунд экранного времени. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока!